Участки для голосования открылись в 8 утра. Сделать свой выбор крымчане смогут в 20.00. Всего же, по данным избиркома, на полуострове работает 1205 избирательных участков. Никаких проблем ни на одном из этих участков нет. Доставлены уже практически во все участковые комиссии бюллетени для голосования, для принятия участия граждан Крыма в референдуме 16 числа. Так что всё, ещё раз подчёркиваю, всё готово для того, чтобы завтра крымчане имели возможность выразить своё видение ситуации, именно придя на участки и проголосовав. Техническая подготовка к голосованию прошла без сбоев. Сформированы списки, организован подвоз населения. Кроме того, участки для голосования находятся под охраной. Территорию вокруг них контролируют полторы тысячи военнослужащих. Волеизъявлению крымчан никто не помешает. Что же касается столь поспешного, с моей точки зрения, решения Конституционного суда, то, как я думаю, все вы понимаете, связано это с тем, чтобы сегодня Майдан дал поручение Верховной Раде Украины принимать какое-либо решение в отношении нашего Верховного Совета. По этому поводу, наверное, есть только одна пословица о собаке и идущем караване. За процессом волеизъявления также следят международные наблюдатели из более чем 20 стран. Они контролируют процесс с момента открытия участков. Предварительные результаты всекрымского референдума в избирательной комиссии обещают огласить сегодня вечером. Алексей Бельчанский, Юлия Егошина, Александр Волконский. Время новостей.